Джон Пайпер «Страсти Христовы» глава 15 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы сделать нас святыми, непорочными и совершенными. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Посланник Евреем, глава 10, стих 14 Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Посланник Колоссянам, глава 1, стих 22 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7 В христианской жизни немало боли мы переживаем от того, что изменения в нашем сердце происходят очень медленно. Мы слышим призывы Бога любить его всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30 Но кто из нас достиг такой глубины любви к Богу? Каждый день, старя апостолу Павлу, мы взываем «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Послание к Римлянам, глава 7, стих 24 Мы воздыхаем и стянаем даже тогда, когда решительно идем вперед. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 12 Это последнее утверждение наполняет наше сердце радостью и терпением. «Достиг меня Христос Иисус. Я стремлюсь и простираюсь вперед не для того, чтобы достичь Христа. Он сам достиг меня. Я уже принадлежу Ему. Я хочу подражать Ему и сделать все, чтобы быть похожим на Него». Для христиан один из великих источников радости и терпения Это значит, что, несмотря на совершенство наших стараний, Иисус своими страданиями и смертью уже сделал нас совершенными, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Говорится в послании к Евреям, глава 10, стих 14. Потрясающе! В одном предложении сказано, что Христос еще освящает нас, и что мы уже совершенны. Необходимость освящения говорит о том, что мы пока несовершенны, мы на пути к святости, но еще не полностью святы. При этом необходимость освящения говорит о том, что мы пока несовершенны, мы на пути к святости, но еще не полностью святы. При этом именно таких нас и только таких Иисус уже усовершил. Вселяя радость в наши сердца, Он уверяет нас, о нашем совершенстве перед Богом свидетельствует не то, что мы уже чувствуем себя совершенными, а то, что мы стали на путь освящения. Идти по этому пути – доказательство того, что мы дойдем до конца. Библия иллюстрирует эту мысль на примере теста и закваски. Здесь закваска – это зло, мы же тесто. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 7. Христиане бесквасны, нет закваски – нет и зла. Мы стали совершенными и потому должны очистить старую закваску. Во Христе мы бесквасны, и потому должны быть бесквасными на деле. Другими словами, мы должны стать такими, какими уже по сути есть. Итак, на чем зыждется основа нашего упования? Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Страданиями Христос приобрел наше совершенство, и оно настолько незыблемо, что уже сейчас стало реальностью. Мы сражаемся со своим грехом не для того, чтобы стать совершенными, а потому, что уже совершенны. Смерть Христа – гарантия победы в борьбе с нашим несовершенством. Ведь мы знаем, что уже совершенны. Продолжение следует...